Театр драмы имени Фёдора Волкова открывает гастрольный тур уже в понедельник. Труппа отправится на международный театральный форум в Беларусь. Какие ещё города увидят лучшие постановки первого русского, расскажет Ария Смирнова. Это история из недалёкого прошлого, когда страна жила в коммуналках, деля с соседями кухни и ванны, детей и котов, радости и беды. История жизни внутри одного барака, жители которого мечтают о лучших условиях существования. Новая пятиэтажка, которую сегодня именуют хрущёвкой в пределах мечтаний. Это для всех очень больная история. У моей мамы, бабушки, я думаю, что эта тема очень близка. Тема бараков, совместного проживания, когда люди живут в маленьких одинаковых комнатках. В постановке Марчелли громоздкие шкафы, забитые одеждой. Два стула у стола и оба разные. Сервант и рюмки на салфетках. Каждая деталь на сцене позволяет зрителю с головой окунуться в эпоху советского времени. Это наша история, это история нашей страны. И это было, и хорошо это или плохо, но от этого никуда не деться. Это воспоминания о наших родителей, это, скажем, для моего поколения, это всё равно какой-то такой сентиментальный, ностальгический экскурс. Постоянный интерес зрителей вызывает и другая постановка. Евгения Марчелли «Месяц в деревне». Уже на следующей неделе этот спектакль откроет международный фестиваль в Беларуси. Театральный форум «Март.Контакт» покажет 22 спектакля из 10 стран мира, в числе которых Польша, Грузия, Литва, США и Австрия. Первый русский будет представлять нашу страну наравне с ведущими московскими театрами. Постановка «Месяц в деревне» – номинант на национальную театральную премию «Золотая маска-2016». Стараемся, конечно, показывать свои лучшие спектакли. В частности, в Могилёве мы покажем «Месяц в деревне», а на большие гастроли мы ведём и «Москва-петушки», и «Две смешные истории», и «Зелёную зону». В ближайших планах Волковского плотный гастрольный график. В этом году свои постановки «Первый русский» покажут в Пензе, Саранске, Омске, Москве, а также на Чукотке и Сахалине. Дарья Смирнова, Сергей Мозилов. День в событиях.